Двигатель 1,8 бензиновый, 126 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач. Передний привод. Машина 2000 года выпуска. Установка спойлера. Замена подсветки на приборной панели. Ну вот наконец и пришли запчасти. Забрал, отметил это дело, теперь нужны средства, чтобы все это дело поставить. В общем, вот фото моего барахлишка. Надо все отмыть и оттереть, особенно бампер, может и подкрасить придется его. А так все в цвет и очень хорошем состоянии. Телевизор в реале оказался просто огромным, задолбался его тащить, как будто полморды. Но приятно, что с замками, два умя пищалками. В общем, машина должна потом выглядеть именно как на этой фотке. А вот и галогена General Electric Spowered Light. Светит отлично. Цвет белый с отливом синевы. За качество фото не ругайте. Снимал на телефон. Пришли ноздри GT. В общем, кто решился перекрасить ноздри. Была куплена следующая наждачка. Спирт, краска в баллончике Джоби Черный глянец. Написано производство Motiv, а-ля Голландия. В чем сильно сомневаюсь. А также бесцветный лак той же фирмы. Оно и бутылочка пивка, чтобы не было скучно. Все готово для работы. Наконец-то дождался. Восемь дней в СИП шли. Спасибо МТБ. Упаковал будь здоров. Крепления, блоки розжига все на месте. Теперь нужно понять, на какие болты крепить железки и блоки розжига к железкам. Качество фар, как с магазина, с гравировкой на каждый Хинон. Теперь все это надо как-то поставить на свои места. Жду теперь бампер и пороги. Установил ксенон. В общем, открыв капот, понял, что фишка с проводами, которая втыкается в стандартные хрустальные фары, идет другая, и одна, а на ксенон идут два разные фишки. С коллегами по работе решили поставить сегодня ксенон. С проводкой в принципе проблем не оказалось, отрезаем старую фишку, и там в принципе скручиваем обе фишки по цветам. На одной идут двумя черных провода земля, их в одну скрутку мутим, все изолируем, пробуем и собираем обратно. Блоки розжига ставятся тоже легко, снимаем буксировочные железки с двух сторон. Вообще их можно выкинуть, так как они в принципе больше не нужны. Буксировкой я не воспользуюсь спереди из-за бампера, так как крюк еле видно и зацепить невозможно за него. На все ушло два с половиной часа, дольше собирается все, чем разбирается. Пришли несколько дней назад те в задний бампер и GT-пороги. Бампер поставил, с порогами пока по временю, бампер немного светлее моего цвета пороги в цвет, но красить тоже надо, есть коцки по периметру мелкие. Далее был в деревне, решил навести марафет в багажнике, заодно и обновить оцинковочкой багажник, так как потерт, был металл уже местами от деревянной настилки. Хрен знает специально идет, у японцев закрывает колесо, ржеслава богу нет. Далее, как вы знаете, был установлен недавно мной ксенон, но печаль настигла скоро, сгорела лампа. Ну чтож, надо менять. Родная на 4300 к Филлипс. Поставил GT-пороги. Установил туманки на утечь. Установил линзовые туманки на утечь, ехал ночью, впечатления суперские, особенно в прикупе с ксеноном свет на дороге просто улет. Свет от линз ровный и четкий. Советую всем, ставить на крепление оказалось проще простого, лампы в них стоят H3. Купил тапки без пробега с Японии Ниссан Аутеч Р-16. Вылет 45, 6J, 16 дюймов. Нашел резину в нормальном состоянии протектор почти в идеале Мишлен Енер Джи Сейв 205-55. СТАЙЛИНГ Была мечта обтянуть крышу в карбон. В итоге добрался до зеркал и капота, заодно покрасил ноздри в черно-красный цвет, как говорится, на вкус и цвет. Мишлен Енер Джи Сейв 205-55. Мишлен Енер Джи Сейв 205-55. Мишлен Енер Джи Сейв 205-55. Установка-прямотка Fuji Suboli Galis Evolution R-98. 8. Звук запуска и прогазовки очень приятно басят, если газу дать приятный адский рыб. Если рядом стоят авто на сигнал, по-любому сработает, а так очень породистый. Сертификат джезмор все дела. Подвеска, коврики, а также прикупил резю на лето. После покупки и установки выхлопа, решил надо к весне купить детали подвески и не что-либо, а оригинал. После пару дней поиска нашел и счастью не было предела. Перед в Красноярске за 5500 в сборе в идеале, сраспила, причем поменяли в Япи перед продажей. Также в Барнауле задние стойки в сборе вообще новые и тоже сраспила только Блуба 14 и тоже с Японии за 6000 косых. Также купил пару комплектов ксеноновых ламп с Али. Качество очень порадовало. Ну и не удержался, решил убрать велюровые родные коврики и перейти на его. Парни грамотно все сделали поликалом. Цвет выбрал, все на липучках и подходит тютелька в тютельку. Очень стильно и воды нет нигде. Бонусом сделали за копейки в багажник. Также решил купить новую резину Контрнетро 6. Мишке продал уж много им лет, хотя состояние огонь было. Установил подсветку в ноги. Давно была куплена подсветка с Али в ноги, управляется через приложение в смартфоне, режимов море включая под музончик цветомузыку. Можно самому настроить, есть пресеты в общем тема чумовая, всем советую. Ставил после шумки пола, все провода протянул через пол и центральную панель. Все по феншию, провода протянул через защелки с того же Али, который на 3М скотче. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok